Девушки отдыхают У меня в гостях актриса Мария Куликова. Мария, здравствуйте! Спасибо вам большое, что вы пришли в программу. Скажите, пожалуйста, вы с детства такой занятой человек. Вы такой и росли. Разные бывают дети. Нет, я человек порядок. Так я очень собранная, сдержанная, я никогда не опаздываю. Я очень такая деловая. И вчера, благодаря московским пробкам, я впервые за год понимаю, что я опаздываю. На работу? Да. Ну как, на репетицию, да. То есть не на съемку, где жестче. На репетицию, конечно, можно задержаться иногда. Я уже беру телефонную трубку, чтобы написать с ужасом и с позором, что я опаздываю на 10 минут. Как тут же, получая сообщение, Маша, все задерживаются минут на 30, на Тверской пробка. Извини, пожалуйста, если ты уже на месте. Я умолчала про свое 10-минутное опоздание, и моя репутация, в общем, не пострадала. Чем вы в детстве занимались? Какая была семья? Кто мама, папа? Есть ли братья и сестры? Есть сестричка, она старше меня на 7 лет, она медик. Мама всю жизнь проработала на кафедре физики в МАДИ. В автодорожном институте? Да, у отца два высших образования, он вокалист профессиональный бас Гнесинка и инженер. Бабушка Галина Александровна Мальцева, она была деканом вокального факультета в Гнесинке. А дедушка был полковник танковых войск. И, видимо, они как бы вложили в него и то, и то, и он рыпался и туда, и туда. Но, в общем, как бы работал и там, и там в итоге. Он работал в днем институте, а в советское время пел в церковном хоре, подрабатывал басом. И это был основной, по-моему, наш такой заработок в семье, потому что, ну, это была так называемая халтура по тем временам. Прямо всерьез в хоре, в церковном? В хоре, да, в советское время. Я человек порядок, потому что я жила на станции метро Ботанический сад, а школа была на Китай-городе. Не близко. Да, не близко. Нужно было добираться довольно тяжело. И, в общем, я вставала где-то в 6.40 примерно. И как-то мама так меня организовала, что, ну, вот, я привыкла, что нужно быть заранее, потому что форс-мажор, трамвай не пришел, что-то это. И нужно... Я, в общем, в 8 утра всегда была как штык в школе, уже со сменной обувью, с макулатурой, все как положено. Это привычка. Мне кажется, что, ну, можно выдрессировать... Себя? Ребенка. Нет, я понимаю, выдрессировать можно, если ребенок воспринимает, не сопротивляется. Мне нравилось. Ну, вот я вот это играю. Мне нравилось быть пионеркой, мне нравилось, что мы помогаем... Ну, то есть мне вот вся эта эстетика нравилась, да. Я, как и многие советские дети, по всем кружкам пробежалась, конечно же, и в большой теннис пыталась играть, там еще что-то. Но театральный, да, меня немножко привлек больше. А театральный? В школе был кружок или где? Нет, нет, театральная студия. Находилась она на станции метро Дмитровская, и меня отдали туда просто, чтобы я не шаталась по улицам после школы. И долгое время я просто получала удовольствие от того, что там, ну, какие-то творческие задачи ставили, и никаких оценок, и, в общем, просто балдеешь, и все. А вы в одной все время в школе учились или переходили? Дважды, да. Спецанглийская школа у меня была, а потом два последних года я училась уже 2-3-2 при Щепкинском училище в обычном классе, потому что мои подружки не поступили в театральный класс. Ну, и мне как-то вроде тоже неудобно. А сестра старшая подружка была или начальница? Ой, мы с ней вот так вот плотно подружились чуть позже, потому что 7 лет это довольно суровая разница. И она уже плотно училась. А я ходила в эти студии, и мы как-то у нас такой достаточно серьезный разрыв был. А потом, когда я окончила Щуку, вот как-то у нас уже, вот мы повзрослели обе, мы оценили друг друга, что мы классные обе и любим друг друга, да. И мы сейчас вместе у нас традиция, вот теперь уже каждый год, мы независимо ни от чего, в январе уматываем с ней и вот с моим сыном Ваней втроем просто вот на такой вот, чтобы наобщаться. Даже не сколько отдых, мы с ней просто наговариваем то, что за год не успели наговорить друг дружке. Маша, а за что могли наказать маму с папой? За вранье. Мама прям вообще это все ненавидела. Она говорила о том, что, чтобы у тебя в жизни не случилось, пожалуйста, не делись с подружками. Они тебе насоветуют, бог знает что, приходи ко мне. И мне это, кстати, очень помогало. А потом стала постарше, и наоборот, стала ее уберегать. Но никогда не врала ей открыто. И до сих пор мама не любит, когда вы ее... Нет, уже два года, да. Поэтому, но, в общем, до последнего, да, мы с ней такие очень честные отношения сохранили. Она такая у меня суровая, очень сдержанная. Я очень импульсивная, активная. Ей все время хватало, ну, как бы обнимала там. А мама такая, ну, перестань, Машка, ну, перестань. А потом, когда я стала постарше, посильней, повыше, я ее хватала, и говорю, ну, терпи тебе, терпи. И она такая, и она, значит, очень покорная, деликатная. Перетерпела. Да, темперамент разный. Но я ей очень благодарна за все. Она лучшая вообще. Давайте поаплодируем. Маш, а вот обнимались с кем, если мама не любила обниматься? Да со всеми. В Щуку, когда поступила, там вообще это принято. Все студенчество в повалку бесконечно, тактильное. Ну да, все очень теплые, такие радостные. У всех все впереди, все круто. А вот театральная студия, сколько вам лет было, когда вас туда отдали? Десять. И вот вам говорят, Маш, ты теперь царевна Несмеяна. Или кто вы были? Маленькая Баба Яга. Маленькая Баба Яга. Ой, это мой любимый персонаж. Я очень люблю эту сказку. Слушайте, и вот вы, Маленькая Баба Яга, и вам это в кайф, или вам трудно было перебороть себя на сцене? Так я никогда и не ассоциировала себя с принцессой. Я, мне кажется, кривлялась лучше всех. В школе, да? Ну, фактически. И поэтому вот Маленькая Баба Яга. Нет, это наоборот была такая честь, это была главная роль. Я, например, у меня была дурацкая манера, когда я работал телевизор. Перед телевизором зачем-то, вот все сидят, смотрят что-то внимательно, внимание, все говорят, уйди, я сейчас встану, уйди. А мне вот нравилось, что, ну, хоть как-то, не важно, что я раздражаю, но я привлекаю внимание. В центре внимания. Да. А унылые курсы как втемяшились в вашу светлую голову? Ну, родители понимали, что нужно как-то профессию получать, что не зря я учила язык в специализированной школе, и вроде как нужно, и вот юристы всем нужны. Но потом, когда я поступила в Щуку тайком, я была уверена, что я не поступлю, я поэтому никому и не говорила, не то чтобы там как-то... И вдруг неожиданно меня взяли, я хорошо написала даже сочинение, и даже вот и коллоквиум, и все, и как-то я вот пришла к маме, и сказала, вот такое вот дело, вот МГУ, это здорово, но мне кажется, я туда даже и не поступлю. Мне кажется, я бы и не поступила, у меня такое ощущение, потому что у меня было такое отторжение. И она сказала, ну, это вуз, они выше, да, дадут? Да, училище-то. Да, я говорю, училище-то. Я говорю, да-да-да, вуз, я говорю, там вот ректор Владимир Абрамович Етуш, и педагоги Александр Анатольевич Ширвин, и Васильевич Семенович Луновой, и я просто купила этими фамилиями. А готовиться кто помогал? Нет, никто, но я в театральной студии была, и я, конечно, очень дурила, в каком смысле? Я прочитала в 16 лет Маркеса «100 лет одиночества», и мне показалось, что это что-то, ну, что никто до меня этого не читал. Мне тогда казалось, так как в школе Маркеса не преподавали, больше мне, в общем, дернуть неоткуда было. И я, значит, прочитав, очень странно, я ничего не поняла, я ничего не запомнила, и мне лень было учить прозу, и я пришла на конкурс, вот как бы Маркес «100 лет одиночества», и какую-то фигню стала пороть от себя. И я тоже слушала, слушала, говорит, а вы уверены, что это Маркес? Я поняла, что, наверное, он тоже читал. Да, думаю, это тогда... Может быть, еще кто-то из этих людей слышал, что-то об этом произведении. Я говорю, ну, я к следующему как бы туру выучу, мол, что-то еще. Он говорит, будьте так любезны, то есть вы меня пугаете, он сказал. Ну, позор вообще. И взяли. Ну, чудом, да. Спасибо. Спасибо мастеру Евгению Владимировичу. Мне кажется, он меня, конечно, не после чтецких каких-то моих экзорсисов взял, а после этюдов, когда надо было уже как-то там органично существовать. Мне кажется, что там он что-то увидел, потому что читал я безобразно, ну, правда. А этюды, они как раз существуют для того, чтобы посмотреть, как человек существует от себя, от собственного я. Там не надо ничего играть, там не надо читать придуманный какой-то текст. Дают ситуацию. Жребий мы тянем, вытаскиваем. Вот этюд такой. Вы четыре, там, Иванов, Петров, Куликов, Сидоров. Вы, значит, пришли в купе, уже как бы располагаетесь, у вас есть билеты на руках. И вдруг приходит пятый человек и говорит, а у меня тоже, вот извините, вот это место. И педагоги смотрят. Могут не останавливать по полчаса. Просто наблюдать, как мы будем выкручиваться. И вот у меня был именно такой этюд. Я помню, что я поняла, что это провал, что читала я плохо, и что сейчас вот решается моя судьба, и я как бы нет. Я открыла книгу, я придумала себе, что я села у окна, и я читала в ужасе одну и ту же строчку. И почему-то это привлекло внимание педагогов. Может быть, это выглядело органичнее, чем все остальное действие, которое происходило бурное там среди абитуриентов. Я не знаю. Мне кажется, чудо. Все, что происходит, вот эти, да, какие-то раз-раз, ой, сюда путь повел, туда-туда. Как-то это все удивительно на самом деле. Конечно. Поэтому неизвестно, от чего это зависит. Евгений Князев, ваш мастер. Я набирал свой первый курс, и Машу выбрал я. Она мне понравилась. Она была до такой степени рабка, она была до такой степени стеснительна. Она сидела немножечко прижавшись к стенке. Когда я выходил на площадку, она была уже, проявлялась. Нашел несколько фотографий там, где был первый курс, наш первый курс, где Маша стоит рядом со мной. Я нашел фотографию, когда мы во время учебы ездили отдыхать. Это, по-моему, мы ездили в Филевский парк на отдыхе. И это фотография фактически нашего выпускного вечера. Я не могу вспомнить ни одного к ней замечания. Я не могу вспомнить, чтобы Маша когда-то куда-то не пришла. Я не могу вспомнить, чтобы на одной из вот этих фотографий, которые я нашел, чтобы Маши не было. Везде Маша есть. Но мне приятно, что Маша всегда рядом со мной сидит. Боже! У нас такой подарок! Видите, подарок. Вот он нам передал фотографию, просил, чтобы она у вас была. Вы что? АПЛОДИСМЕНТЫ О, Боже! Что в институте для вас было самым сложным? А что было самым простым? Простого, наверное, там, в принципе, ничего нет. Потому что каждый раз это преодоление. Ну, мне первый курс дался, наверное, тяжелее всего, потому что я стеснительная. И потом я вот за лето на второй курс уже как-то пришла и прям начала грызть. Подсобралась? Да, я поняла, что я поняла правила игры. И стала тянуться как бы к тем, кто уже что-то мог и что-то классное делал на площадке. Вам же наверняка ваше актерское будущее как-то виделось. То есть вы себе говорили, хочу быть как... Нет, знаете, по-другому немножко. Не-не-не. У нас была такая цель попасть в академический театр. Тогда кино вообще не снимали. 1994, 1995, 1996 год. Нет, ничего не было. Мы и в «Современник» показывались, и в «Сатиру», и в «Сатирикон». То есть в самые блестящие театры Москвы. И, в общем, как бы вот я попала в «Сатиру». Маша, а вот тогда в институте, учась студенткой, девчонкой, за что вы себя не любили, а за что хвалили? И я очень боролась, знаете, с каким своим таким неприятным чувством? У меня была зависть к тому, кто хорош на сцене. Понимаю, да. У меня прям... Блин, ну как же так? Чего же я-то? Вот у меня прям... Но я боролась с этим. Я понимала, что это гадкое чувство, что нужно заниматься собой. Потому что у нас после любого показа были достаточно жесткие разборы. Говорили, что вот, молодец. И я сижу, а мне говорят, Маша, ну в этот раз мимо. Ну как бы мимо с разговором. Мимо с разговором, это вообще беда. Это значит не то, что плохо. А это значит настолько плохо, что даже при всех нельзя такие вещи озвучивать, и мы с тобой поговорим наедине. То есть вот так вот. Представляете? И ты сидишь и думаешь, ну почему? Что такое? Да. И в этот момент вот это острое ощущение, ну почему не я? Почему не я? Это сложные роли, и ты такая молодец. Почему это не я? Вот это был момент. Я с этим очень боролась. И я, кстати, с возрастом это победила окончательно. У нас очень много общего. Юность. Наша потрясающая театральная щукинская юность. И музыка пошла. Прошло 20 с лишним лет. А я Машку помню, потому что она пришла такая с глазами нараспашку и пшеничная. Я ей говорю, ты пшеничная. И вот она это сохранила. Притом я так люблю, когда она приезжает утром на съемку, это, как говорится, без лица. Если вы ее увидите без лица, вы увидите совершенно у ребенка абсолютно. Вот я ее за это люблю качество. Понимаете, ей гример нужен только лишь для того, чтобы подчеркнуть. А не изменить. Маша в жизни так иногда очень пропагандирует свою какую-то стойкость. Она оловянный солдатик, конечно же. Она такая, знаете, спит по два часа. Всегда никогда не опаздывает. Всегда на форме. Я никогда не видел ее в разобранном каком-то состоянии. И мало того, я ее так еще и ревную. Потому что она же много снимается. Много снимается. И она снимается. Сейчас, что моя ревность. Потому что она снимается с другими, там что-то жамкается. Ну, я не знаю. Я ей пишу, говорю, ну, я не знаю, зачем это было надо. Ну, пускай, ладно, сходит на остров. Это укрепляет брак. Вы после института, мы подчеркиваем это, что это училищем только называется. Это бывшие театральные училища. Это бывшие театральные училища. Вы попали в театр сатиры. Мы показывались везде. И просто вот пригласили в театр сатиры, да. И я тут же больше уже никуда не показывалась, потому что моя мама всегда обожала театр сатиры. Да, я даже помню, мы ехали с мамой на троллейбусе по Садовому кольцу мимо театра сатиры. И из «Жигулей» вышел Александр Анатольевич Ширвиндт. И весь троллейбус просто обалдел. Ну, то есть и я тоже обалдела вместе с ними. Я помню, что, ого, это... И как бы, в общем, вот это ключевое воспоминание. Поэтому как-то всё сплелось. И Валентин Николаевич Плучик, и Валентин Николаевич через одно рукопожатие от Маяковского, так, на минуточку. То есть всё это было, ну, флёр, и я подумала, классно-классно. И он сразу дал роль мне в спектакле. И это тоже было большое... Имело значение, да, потому что берут иногда просто, ну, хорошего, интересного студента, и потом думают, как его использовать. Потом как-то это затягивается период. Вот. Я-то тоже была артисткой массовых сцен, очень долго играла гуляющую в парке. Причём это не просто массовка, так называемая. Я просто выезжала один раз на круге с шляпки и с зонтиком. Меня увозили, всё. И такое было, и детские спектакли, и всё-всё-всё. Но на фоне этого у меня были роли, а у некоторых ребят этого нет. Поэтому все цеплялись туда, за то место, где говорили, мы дадим вам роль. И неважно, большая-маленькая, но надо начинать уже вот где можно поговорить. А какую роль вам дали? «Слуга двух господ» мы репетировали, «Карла Гоцци», мне дали роль «Кларича». Но спектакль не вышел, потому что Валентин Николаевич уже был серьёзно болен, он был очень пожилым человеком. Мы репетировали, репетировали, ну и всё, в общем, потихонечку сошло на нет. Но в любом случае это был большой опыт репетиций с Валентином Николаевичем. Театр как вас принял, потому что воспоминаний много. Много, да, воспоминаний. Кто только не написал. Кто только не написал, да. Что это просто какая-то катастрофа, и там вообще работают не люди. Ну нет, ну может быть, в то время, о котором пишутся воспоминания, так было. В 90-е годы нечего было особо людям делить. Наоборот, что-то пытались подтянуть до своего уровня, потому что, ну, Ольга Александровна Россева, да, Георгий Менглетт, Михаил Михайлович Державин, душа вообще театра. Ну как, ну вы представляете, такие люди, что им со мной делить? Да, понимаю, конечно. Ну просто смешно. Конечно, конечно. Хочу, чтобы сейчас сказала Светлана Антонова о вас. Я пришла спустя три года в театр сатиры. Ну, то есть Маша сразу поступила, я отучилась три года оставшихся, и пришла в театр. И там же она меня невероятно поддержала морально, потому что пугали страшно. Ты придешь, тебя загрызут, акулы, такая театральная дедовщина начнется. Ничего не было, я пришла, и была родная Маруся, которая мне все показала, все рассказала. Ввела меня в спектакли. Как партнер она, ну, лучше у меня из женщин партнеров не было ни в кино, ни в театре. И всегда это была невероятная помощь, незаметная, такая ненарочитая, какая-то такая теплая и от всей души, что до сих пор, до сих пор во всем, в каких-то мелочах. Вот она такой человек. Она такой человек, что делает так деликатно и незаметно, и так приятно. Удивительно просто. Я за это очень люблю. Ой, как мы давно... Ну, неловко. Вы представляете, как неловко слушать про себя теплые слова? Нет, когда мы на кухне сидим со Светкой, там, друг другу в любви, признаемся, это одно. Ну, а так, получается, знаете, вот мы ее посадили, и вот все про нее говорят, хорошо, ужас. У меня, наверное, щеки уже горят. На самом деле у нас со Светкой еще более длинная история, нежели история нашей работы в театре. Они обслуживали наш курс. Вот еще есть такое понятие в Чукинском училище. Первый курс обслуживает четвертый. То есть четвертый выпускает дипломные спектакли, мы почти готовы артисты. А первый курс помогает с костюмами, декорациями. То есть они проходят все вот эти этапы. Подмести сцену, застегнуть платье, помочь загримироваться. Ну, вот эти азы. И Светка была на этом курсе. Мы подружились еще, когда она была первоклашкой, так сказать. А потом, когда мы выпускались, Светка показывала меня в капустниках. То есть она делала пародию на меня в моих дипломных спектаклях. Вы в театре долго проработали, да? Ну, это около 13 лет. А почему ушли, если все было так хорошо? И подруга, и Державин, и Ширвин. Что такое случилось-то? Сложный был такой период, когда, как сказать, не было какого-то материала, который очень сильно цеплял. Были спектакли, но не было такого вот ощущения, что есть ради чего. Академический театр – это очень дисциплинированная такая штука. То есть нужно очень жестко, поэтому многие съемки приходилось отказываться. Многие предложения нужно было делать вид, что их нет. Это было сложновато. А потом просто я забеременела, и так получилось, что мне уже было, ну, не 20, не 25 и не 30 лет. Я уже была достаточно, ну, там, взрослым человеком, когда это произошло. Нет, взрослым, я сказала взрослым. Вот. И я что-то так, я так этого хотела, так этого ждала, что я испугалась. И я вообще сказала, нет, никаких съемок, никаких спектаклей. И я просто вычеркнула себя вот из этой жизни на какое-то количество времени точно. А Шервингт не ругал, что вы лучшее? Нет. А у нас, знаете, какое расставание было, что мы еще увидимся. Ну, то есть у нас оно было такое, ну, сейчас, сейчас, пройдет время, мы там решим. То есть у меня ощущение, что если я захочу, если я скажу, что, пожалуйста, мне кажется, меня никто не прогонит. Вот у меня есть такое чутье. Тем более, я на все премьеры хожу. Я там, привет, привет, я еще с вами, я здесь. Маш, а сниматься вы начали когда? Вот когда для вас началось кино? С чего? С хорошего отношения ко мне Владимира Абрамовича Этуша. Да. По-моему, его пригласили в какую-то картину, причем, ну, сериал. «Поворот ключа», насколько я помню, он назывался. Это был 97-й, наверное, год. То есть тогда не снимали практически ничего, очень было тихо везде, застой. И я так понимаю, что он меня просто порекомендовал, потому что вряд ли меня просто так вот откуда-то пригласили бы. Я так подозреваю, что просто он сказал, ну, вот хорошая девочка, вот что-то на уровне этому. Потому что у меня даже проб, по-моему, не было, меня просто взяли, и я там снималась. Леночка, ну, где же вы были? Мы же всех так волновались за вас. Господи, ну вы-то что, вы-то что волновались? Я очень волновался. Отцу я позвонила на работу, он в курсе. Я две недели поживу у подруги. Все. Ну, нет. Нет. Нет, Лена, вы должны мне все рассказать. Знаете что, я вам ничего не должна. Ясно? Так, если мне кто-нибудь будет звонить, вы не знаете, где я. Я сама вам буду звонить каждый день. Хорошо? Будете очень волноваться. Два раза в день буду звонить. Всего доброго. Господи, ты наклюкалась, что ли? Лена, это не смешно. Грустно. Рассказывайте. Ой, Господи. Какое впечатление на вас произвели эти съемки? Вот первые. Да ничего я не поняла толком. Я каюсь. Я никак не могла понять, как артисты плачут искренне. Вот когда мне было 18 лет, как это происходит. Я вообще не знала этой технологии. Потому что в институте ты готовишься к этому, к отрывку. Там ты, допустим, знаешь, что через 20 минут ты выйдешь на сцену, и ты как-то там себя накручиваешь, накачиваешь. А здесь нужно вот. Мотор, начали. Давай. Рыдай. Рыдай. Я взяла у гримеров маленькую, значит, кисточку и думаю, если я ткну себе в глаз, незаметно. Я же зарыдаю. Я же зарыдаю. Я не сколько ткнула, сколько вот от этой, знаете, от теней, вот эта пыль. Но я поплакала. И все сказали, о, молодец. И мне это дало такой колоссальный толчок, что меня похвалили, оценили. Я думаю, я смогу. Я смогу и без этого. Ничего, ничего. Да. То есть мне нужна была какая-то вера в себя, видимо, и я ее получила благодаря вот этой первой похвалеток. Валерий Иванович Усков, наш любимый. Да вы серьезно? Она просто красивая женщина. Но красота ее идет не только от лица. Красота идет изнутри, от ее души, от ее внутреннего состояния. Мы снимали у нее в квартире. Меня тоже это порадовало. Это помогло нам в роли. Это было в характере нашей героини. Квартира была небогатая. Скромные родители у нее. Жили нормально, но очень так интеллигентно. И я видел и папу, и маму. Меня они очень понравились, ее родители. И вообще с болью в сердце я переживал, когда на наших глазах она выходила замуж и уходила от нас. Хотя я и Козлопольский были женаты, но все равно она тоже понравилась. Такую девочку нельзя упускать. Она надежный друг и помощник и в работе, и в жизни. Ну это вообще... Валерий Иванович Усков снимал у вас в сериале «Две судьбы», возле которых, по слухам, вы проснули знаменитый. Так и получилось как-то. До сих пор все об этом и говорят, что вы Надя, которую в бетон закатали. Но это очень мило, на самом деле. Нет, мило, мило. Да, это очень трепетно. Маш, скажите, пожалуйста, что такое работа в многосерийном кино? Это каторга, это беда, это радость от того, что есть работа. Ну это зависит от режиссера, от команды, от партнеров. Иногда это превращается в каторгу, когда несостыковка, противоречия, творческие какие-то. Когда не нашел ты человеческий язык с партнерами, хотя это крайне редко происходит. Это надо всем так постараться, чтобы не сработаться. Но зачастую, конечно, это здорово. Наоборот, как семья. Например, мы снимаем сериал «Склифосовский» уже, по-моему, пятый год. И шестой, шестой, боже мой. Ну это просто у нас пароварка, мультиварка, бутербродница, холодильника два. Мы помимо еще площадки собираемся где-то, тусим на даче и так далее, и так далее. Это семья. Именно вот если говорить о «Склифосовском», это же специфика определенная есть. Вы, не будучи врачом, это очень специфическая профессия, требующая призвания. Вы это пятый год выносите на своих плечах. Вам каково? Ну смотрите, какая штука. Во-первых, это очень интересно. Конечно, это я согласна. Прикол нашей профессии в чем? В том, что мы можем побывать в шкуре пилота, и посидеть за штурмалом, и побывать врачом. Мы же как дети, мы играемся в это на полном серьезе. Как вот в детстве мы играем в учительницу, вот так же я играюсь во врача с большим удовольствием. У нас стоят прекрасные совершенно наши специалисты, врачи из НИИ, из Клифосовского, из Пироговки. Настоящие хирурги, которые практикуют. И вот они рассказывают, как держать, как чего, тупо, как чего. И причем это происходит не то, чтобы мы сели, и нам, значит, ликбез такой на все пять лет. Нет, я понимаю, конечно. Каждая сцена, как дуракам, маленьким детям. Маш, ну кто, давайте, вот так, держи, зажим, это пятое, десятое. И это любопытно. Любопытно даже не вот эти вот мелочи, а в принципе общение с этими людьми. Столько всего интересного на работе происходит на самом деле. И они, кстати, очень деликатно ко всему относятся, без цинизма такого, что что вы там показываете. Ну я понимаю, да, без жлобства и снобизма. Да, это, это большое счастье на самом деле. Ян Александрович. Так, ну реальная клиническая картина никакого отношения к снимку не имеет. У вас тут рентгенологи работают или пляжные фотографы? Действительно, на компьютере этого видно не было. Посмотри, вся печень в метастазах. Будете иссякать? Не знаю, нет. Надо попробовать. Лен, не спи. Даю. Давление 60 и 40. Это хорошо. Остальное, вроде, все чисто. Можем начинать мобилизацию. Ножницы. А как? Руками. Кажется, на селезенке тоже отсев. Что? Громче. Я видел на селезенке отсевы. Ниже, ближе к поперечной ободочине. Так, давайте посмотрим. Да, действительно, селезенку тоже убираем. Молодец. Осторожно. Поехали. Маш, на нашем канале выходит фильм «Отель счастливых сердец». И вы там играете Виру. Красавицу, умницу, такого деятельного человека. Она очень холодная поначалу. Потому что она привыкла за все отвечать. Она привыкла, что никто ее не поддерживает. Я думаю, что это будет такая узнаваемая история для многих женщин. Я так иногда смотрю какие-то программы, читаю что-то в интернете. У меня такое ощущение, что очень у нас, конечно, мощные девчата в стране, потому что многие тащат какой-то непомерный груз. И они это увидят, что она воспитывает одна-двух дочерей. У нее, естественно, какой-то муж-проходимец и так далее. И потом, естественно, определенная схема, которая близка нашему менталитету. И это прекрасно, что меня приглашают на эти роли, потому что это бездна. То есть я востребована именно поэтому, что я могу этот образ донести до зрителей, что нужно оставаться человеком, независимо ни от чего, и тогда будет тебе счастье. Схема простая, она всем знакомая, но когда ты видишь ее в исполнении артистов, которые тебе приятны, тебе, может, тоже хочется как-то следовать этому. Все будет хорошо у Веры, потому что она хорошая. Да, я все потерял. Не только свои, но еще остался должен. Мой бедненький. Много? Прилично. Так прилично, что мне ничего не остается, кроме как продать свою половину отеля. Ты сейчас серьезно или просто издеваешься надо мной? Разумеется, ты совладелец, ты имеешь приоритет. Поэтому я говорю тебе о своих планах. Хорошие у тебя планы, Женя. Ну что поделаешь, так сложилось. Слушай, да я буквально совсем недавно, накануне твоего триумфального возвращения, я девчонкам сказала, что если через три месяца ты не появишься, тебя признают погибшей. Теперь я понимаю, почему ты появился именно сейчас, Женя. Уж не на мне записывать в подулки. Я же не делю дом там и все прочее. Все это остается тебе и дочерям. Спасибо. Давайте еще раз послушаем вашу подругу Свету Антонову. Ой. Она вообще невероятная мама, конечно. Все, что она делает, она делает для Вани. Она разрешает все. Она очень много работает, она очень-очень устает, но она умудряется в свой единственный выходной, который у нее есть за месяц или даже за два иногда бывает. Она едет в океанариум, в кафе, в цирк. Она максимально, максимально посвящает этот день Ване, и она берет его с собой на работу, на съемки. То есть, ну, наверное, для актрисы нужно думать о карьерном росте, о каких-то работах, о съемках. Там, я не знаю, о чем еще обычно думают женщины-актрисы, потому что я уже давно женщина-мать. Маша всегда делает акцент на Ване. И пока от этой любви бесконечной я не вижу ничего плохого в воспитании Вани. Это только прекрасно. Это какая-то система, система Куликовой такая. Маш, вот я читаю, когда я интервью с вами, особенно в той части, которая касается Вани, вашего сына. Я, когда их читаю, я женщина-мать двоих детей тоже, как и ваша подруга, у которой трое, только у меня двое. Я всегда думаю, эта женщина сумасшедшая. Или второе объяснение, она открыла какой-то новый закон. Воспитание, как Антон Семенович Макаринг. Потому что то, что вы говорите о воспитании ребенка, мальчика, мне непонятно абсолютно. Я вам объясню. У меня просто были свои какие-то смешные истории в детстве. Например, ливанул ледяной дождь. И вот мы сидим дома, и как бы гулять нельзя, и дома особо делать нечего. И я маме говорю, мам, можно я выйду ненадолго на улицу? Она такая, зачем? Я говорю, я вот как будто бы очень, вот мне холодно. Я промокну, а потом приду и вот почувствую вот эту разницу. Разницу, да, да, да. И она такая, ну иди, только платье переодень на какое-нибудь там дурацкое. И я вот вымокну. И вот я вижу, да, я вижу это горящее окно. И это вообще вечер удался. Удался, да. То есть я прихожу, она такая, ну что, давай, пей чай. Нормально? Все? Как у тебя? И я вот в этом пледе, и мне хорошо. То есть я, ну как бы вот у меня произошло событие. Или, например, в воскресенье я набудила папу на воскресную службу очень рано. Там, по-моему, в 5.30 он вставал, чтобы в 6 уже куда-то там чего-то. И я ее просила, мам, разбуди меня, пожалуйста. Зачем? Я говорю, разбуди, скажи, что выходной. И вот она мне, Машулик, вставай. Я такая, что? Она говорит, спи, спи, выходной. Вот эти вот секунды. Наверное, можно было сказать, что у нее тоже что-то с головой не в порядке. Но вот я за это ей очень благодарна, что она почувствовала, что мне лично это нужно. И так же я как-то с Ваньком. То есть кому-то нужно валяться в грязи, кому-то нет. И нужно вот этот вот баланс. То есть как бы, если этому парню достаточно один раз изваляться, чтобы его не избили потом родители, как это бы это, что ты на площадках, страшный сон вообще. Если ему нужно один раз, он потом больше и не полезет туда, потому что неинтересно. А так он будет идти на конфликт. Ах так, ты меня... А я тогда вот специально сейчас тебе. Ну, то есть надо смотреть, не полоумно следовать моему примеру и швырять ребенка в горячий сарай, а просто, ну, посмотреть на него лично, что ему нужно. А что вам интересно с ним вдвоем? Ведь он же уже вот такой подросший. Сейчас все. Вот был какой-то период, еще, может, полтора года назад. Все-таки это делалось как? Из воспитательных каких-то целей. Да, вот я иду с ним, сейчас это восторг. Мы за эти выходные побывали в двух театрах, в Малом и на Бронной. В каком-то музее Живые системы, музее человека. Забежали в кафе, посмотрели мультик прекрасный новый. И у нас большая проблема, вечером мы начинаем все это обсуждать, и я уже смотрю, я говорю, пожалуйста, давай, закрываем рот, ложимся спать. Еще один вопрос. И вот мы часами можем это обсуждать. И с ним, конечно, интересно, потому что он обожает космос, он черные дыры, темная материя, вот это все. Ну, мне самое интересное это изучать. Читают, конечно. Ну, они уже все почему-то должны в 6 лет читать, в принципе, потому что подготовишка, все должны приходить уметь читать. Ну, он, слава богу, умеет, но, в принципе, я не помню, я не помню, когда я научилась читать, но они уже такие заряженные ребята. Ему 6 лет, у него английский, немецкий, это 5-10, он уже какие-то уроки делает, ну, так, в пределах нормы. Я стараюсь без истерики это все делать. Но тоже, знаете, не хочется отставать. Все же, надо язык учить, чем раньше, тем лучше. Я же тоже... А вы ведетесь вот на это, на все, да? Я стараюсь не вестись, но у меня, конечно, тоже прям... Я нервничаю, когда кто-то говорит, ой, мой на китайском говорит. У меня вот то чувство, как из института. А, ее похвалили, а меня нет. О, у нее на китайском разговаривают, а мой-то чего? Ну, не, мне кажется, это свойственно всем. Но я стараюсь себя сдерживать, я все-таки, ну, нормальный человек. Я понимаю, что это не от этого зависит. Что это вообще неизвестно, в какой момент прорвет. У меня, например, только в институте вдруг родилось вот это вот чувство, что, боже, какой кайф, когда педагоги пришли, говорят, вы знаете, вот Гоффман, вот крошка Цахеса, я такая, блин, кто это? Так стыдно! А кто-то из моих однокурсников, которые поступили со мной, говорит, да-да-да, вы знаете, это вот направление... Я к следующему занятию, просто потому что, чтобы иметь право тоже... Как бы я с вами, ребята, я вот в этой команде, не в той, которая мне читала. Это же тоже очень важно. Вы же заняты с утра до ночи. Он с няней или с кем? У нас есть его прекрасный папа, который его обожает. Ванек, для него это все. Поэтому это большое счастье, что у нас няня, безусловно, есть тоже волшебная, совершенно много лет она работает. Ваньку было, наверное, полтора года, когда она появилась. Она член с семьи уже. У меня и подруги иногда, как бы, с удовольствием приезжают с ним там поиграть, если что-то. Часто я беру его действительно на площадку, и думают многие, что какой ужас, вот зачем ребенку не место на площадке. Не совсем так. Он, ну, иногда просыпается даже, говорит, ты сегодня на работу можно с тобой? Пожалуйста, пожалуйста. Для него это... Ну, представь себе, он приезжает, а там Максим Викторович Аверин. Ну, это фейерверк. Он видит разных людей. Он видит, как это... Все, конечно же, к детям относятся деликатно. Все артисты обожают эту мелочь. Он делает всем какие-то греночки носит. Я даю ему задание, подойди к осветителям, спроси, не надо ли там вот это принести. Подержать, да-да-да-да. Или там, а вот шарики, вот, да, ребята там, например, когда мы делаем декорацию какой-то свадьбе шикарной, он помогает вешать ленточки. То есть там много чего интересного происходит. Его за камеру пускают, наушники дают посмотреть в монитор. Это новые грани открываются, то есть у него масса вопросов. У нас недавно была история. По телевизору показывали какую-то картину, и что-то там я опять какую-то любовь-морковь, а он мне так посмотрел, он хоть любит тебя. Я говорю, мой мой. То есть он еще так философски. Он мечтает о том, чтобы я сыграла полицейского. Или пожарного. Я говорю, ну, пожарного вряд ли, но девочки пожарные, это большая редкость. Вот, я говорю, а полицейского я попрошу. То, чтобы в форме была. Ну, чтобы в форме, чтобы строганным. Очень сейчас нравится тоже эта тема. Полиция, бандиты, вот это все. Потому что врачи ему уже надоели, он на склифе уже несколько лет подряд тусит, и ему все неинтересно. Он даже не реагирует на кровавые перчатки. Там все ему гонка. Господи, уже неинтересно, спасибо. Привычный, привычный. Вы замечаете в нем что-то свое детское? Да, мы с ним очень похожи в детстве. Детские фотографии. И он такой же, ну, смешной, да. Такой, как сказать, не оформившийся еще. Ну, конечно. Не, ну, бывают мальчишки, там, девчата в определенном возрасте, они прям куколки. Нет, он такой вонек. И я его за это люблю, вот, но он смешной очень парень такой. Забавный. Не злой, абсолютно очень. Это важно. Очень смешно. Сейчас расскажу вам ту же историю. Был какой-то парень у него в подготовишке. Ну, враг. Они у них все враги. Я говорю, а что, что не так? Он говорит, он плюет мне в лицо. И об этом узнал как раз хирург наш прекрасный, который нас консультирует на склифе. Ваня ему тоже пожаловался. И хирург ему говорит, ты, говорит, в драку с ним не лезь. Могут быть травмы. Да. Но, говорит, ты подойди к нему так тихо и скажи, если ты еще раз плюнешь мне в лицо, я тебя незаметно отравлю. Кто-то говорит, вмаш ему, а кто-то говорит, отравлю. Мальчишки, понимаете, ему дают советы. И девочки все, ты сначала поговори. Ну, подожди, нет, надо все решать в диалоге. В диалоге, да, да. И все это очень смешно. Самая лучшая драка, которая не состоялась. Да, 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 да. Но ведь это правда. Ну, драка же, это же ужас. Ну, мало ли что. Это же катастрофа вообще. Маш, если бы пришлось пережить жизнь заново, скажите, пожалуйста, что бы вы переделали? Ну, переделали в своей судьбе, да? Да, конечно. Нет, я очень конструктивно сразу подхожу. Я бы чуть раньше заметила, что с мамой что-то не так. И это чуть-чуть иначе сложилась бы наша жизнь. Потому что, ну, мне ее сейчас очень не хватает. Сейчас все наконец-то складывается так, как вот я бы этого хотела. То есть жизнь прям встает на какие-то рельсы. Только-только. А ее вот нет. И мне бы, конечно, хотелось, чтобы она вот... Ой, Машка, ну, я рада за тебя. Ну, чтобы вот она вот порадовалась. Потому что для нее я была, конечно, большой любовью всегда. Спасибо. Спасибо вам большое. Я вам желаю просто от души, от всей, да, чтобы вы никогда ни о чем не жалели. И не убивались вот, что... Ой, как ужасно, что я вот когда-то не научилась играть на скрипке. И чтобы у вас все получалось здесь и сейчас. И чтобы ваш сын прекрасный, Ванек, он всегда оставался вам другом. Это самое главное. Ой, я очень-очень за это цепляюсь. Когда он друг, да, это просто жизнь удалась, Маш. Спасибо большое за поддержку. Всем спасибо прям. Мария снялась более чем в шести десятках сериалов. Она настоящий марафонец. Все ее забеги на длинные дистанции. Поэтому зрителю всегда интересно наблюдать за судьбами ее героинь. Потому что она делает это очень талантливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова